Всем привет! Решила записать очередное видео на этот канал замечательный. На этот раз хочу рассказать, точнее показать вам свою коллекцию зинов, потому что внезапно я вдруг осознала, что у меня их довольно-таки много. Это здесь и мои зины, вроде 5 или 4 штуки, и много зинов других художников, которые я очень люблю. И как-то показать их, рассказать про каждый немного, потому что они все очень разные, и при этом у каждого есть какая-то особенность. Но, конечно, не буду прям полностью их показывать, потому что это вообще, типа, ну, авторские права, так нельзя делать. Хотя интересная ситуация у меня была, точнее забавная, когда я делала свой первый зин, это было в 2018 году или 2019, я, короче, просто записала то, как я его листаю, и хотела это выложить. Типа как затравочка. Но в какой-то момент, точнее уже на финальных этапах выкладывания поняла, что, блядь, что я вообще делаю. Как бы все люди увидят его, и не будет смысла покупать. Поэтому я буквально какие-нибудь самые любимые развороты покажу вам и немного расскажу. Наверное, буду просто в каком-то таком порядке рассказывать. И просто тут некоторые зины, они объединены одной какой-то идеей. И начну, наверное, с какого-нибудь... С чего я где начать? Ну, наверное, вот с этого зина замечательного. Это зин Вики, цвай. У меня целых две штуки есть. И он называется «Наброски и приколы». И как бы в целом тут очень много набросок. Точнее, это полностью зин, посвященный наброскам. Потому что, блин, это великий человек, который рисует очень много с натуры, в каком-то транспорте, просто в каких-то местах. И я просто таких людей, которые рисуют в общественных местах, я просто их подчисляю к великим людям. Потому что сама я пока не доросла до их уровня, чтобы рисовать где-то, чтобы на тебя смотрели люди. Но, тем не менее... И тут не только наброски людей, тут еще есть разное окружение. Сейчас покажу свои любимые развороты. Вот это просто пиздец. Очень красиво. Это похоже на разворот из манги. Я вот, когда это увидела, подумала, блин, надо тоже поехать на какую-нибудь практику и нарисовать что-то подобное. Тоже душью, потому что очень красиво смотрится именно на бумаге распечатанной. Я хочу такой же в своем зине, чтобы было, красиво выглядит. И сейчас... Вот, мне нравится, что тут много таких коллажных моментов тоже, как из скетчбука. Очень импонирует такое. Вот такой зин, он довольно-таки толстый. И от Вики мне еще есть один вот такой. Это новый, тоже с набросками из скетчбука. Но при этом здесь еще много различных таких моментов, как будто это записи из дневника. И это очень мило мне показалось. Допустим, тут вот есть, присутствует какой-то набросок нарисован. И к нему такая приписка, типа, бэкграунд этого наброска. Это очень прикольно. Мне понравился этот момент. Но в целом просто очень симпатично. То, что они разными материалами нарисованы. И это все очень скомпоновано, красиво на развороте. Купец, респект. Ссылку оставлю. Далее. Можно, кстати, по порядку, наверное, идти. У меня вот такой вот есть. Это уже самодельный зин. Точнее, ну, сам из дат, который дома девочка сделала. Не дзума. Блин, простите, короче, я, возможно, Ники не буду неправильно говорить. Но мы сидели с ней на одном из гнезд в Питере. Рядом. И обменялись зинами. Вот она его сама собирала вручную. Он, типа, скрепляла степлером страницы. Купец. Я еще такие... Сам из дат, просто отдельное какое-то моё уважение. Потому что это очень сложно. Но за счет того, что ты сам собираешь это дома, то можно использовать различную бумагу. Допустим, здесь это эко-бумага, которую я очень люблю. Краплениями большими. Он выглядит довольно-таки как будто дешево. Но при этом за счет нее создается эффект такой старый. Какой-то манги. Чего-то такого ручного. И из того, что это ручная спирала, мне кажется, возрастает его ценность. На фоне таких зинов, которые большого тиража, которые печатались там в зеленом коридоре. В большом количестве. Я, наверное, сейчас покажу, что я не тратерой быстренько. Вот, допустим. И тут в основном такие различные наброски, нарисованные тоже пером, тушью или чернировами. И это очень похоже на такие татуировки, эскизы татуировок. Еще мне понравился момент. Смотрите, за счет того, что бумага тонкая, можно видеть то, что в другой странице оно просвечивается через бумагу. Прикольный такой визуальный эффект получается. Красиво. Такой вот. И обложка розовая. Тоже такое любую. Наверное, можно дальше сказать про еще один зин, который тоже самый сдач. Это зин Маши. Маши Каши. И, блин, посмотрите. Он прям пису фарт. Потому что здесь обложка, она напечатана на кальке. И при этом она просвечивается. И вот на первой странице самого зина есть такое градиентное пятно розовое. И как бы обложка накладывается на эту страницу и просвечивается. И такое образуется супер обложка. Такая очень прикольная получилась идея. Прям вау. И это бестиарий. Тут в основном разные наброски девочек, мальчиков. Возможно, мальчиков, каких-то небинарных людей. И это все рисовано в виде таких разных животных. Волшебных, придуманных. Давайте покажу. Вот, допустим. И еще за счет этого стиля. Такого очень тонкого, где очень плавные, изящные линии. Прям очень красиво выглядит. Такая маленькая. Кстати, эти зины, они даже меньше опятого формата. А то, а пятый формат, они немножко меньше. Интересно. Даже не знаю, какой это формат. Ну, типа какой-то B6 или B5. Я, наверное, сейчас расскажу про второй зинмаш, который самый новый. И третий. Он такой внушительный. Это больше от четвертого формата. Это какой-то журнальный формат. Большой, крупный. И за счет этого прям конкретное такое творение. И здесь за этим стоит история. Мне кажется, я не способна ее правильно донести до вас. Потому что, наверное, Маша лучше расскажет, что я оставлю на нее ссылку. Короче, это история про четырех подруг. И про клуб Ugly and Broke, в котором они состоят. Какой ранее, как вы зачислились. И в целом, это просто про жизнь их. Я не буду пытаться. Тут еще про теннис есть. И про волшебных щенков. Вот. Поэтому, наверное, Машу лучше почитайте. Ну, меня очень даже вдохновило этот момент. Это все. Какая-то общая история. К этому Зину прилагался еще стикер-пак и мембершип-карт. Короче, пипец. Сафар жесткая. Ну, вообще прикольно. И мне понравилось, что тут есть много рисунков. Но при этом есть вот персонажи. Допустим, это, как я поняла, концепты арты персонажей. Там в дальнейшем будут еще, ну, более такие уже чистовые варианты персонажей. Но при этом есть концепты. И очень много тоже фотографий разного текста, рисунков. Очень классные. Я, как я уже говорила, обожаю, когда сочетается и графика, и фотографии, и текст с верстами. Очень много еще акриловых иллюстраций. И комиксная составляющая. Так что вот такой вот Зин. Очень похоже на приложение к музыкальному альбому. И дальше, наверное, расскажу про второй вот Зин. Это Зин Лики. Это просто, блин, Кису Фарт. Нам Ату. В таком отдельном пакете. Вообще, он напечатан. Блядь. Я человек, который закончил институт печати, но при этом, я не могу сказать. Он ценяв сетка. Это шелкография. Ну, короче, его лучше не стоит касаться очень много, потому что он немного пачкает пальцы. Поэтому он в таком, блин, классном кейсе, пакетике с наклейкой. Здесь тоже про персонажей Лики. Это, если я не ошибаюсь, это уличные группировки и про их жизнь. Тут какие-то отдельные моменты, иллюстрации, посвященные как раз этим персонажам. И это все очень красиво именно с точки зрения технической. Поэтому я сейчас прям пущу некоторые моменты, которые я засниму в этом Зине. И мне понравилось то, что он тоже, как бы, не просто какая-то вот книжка, а именно вокруг него есть какая-то история, которая за ним стоит. И сама презентация этого всего очень взоровская. Там внутри есть такой отдельный чек, приклеенный. Очень люблю. Очень уважаю ценю. Еще у этого Vibe NCT Regular. Ну, это комплимент NCT Regular, скорее. Далее. У меня есть такой Зин. Это Зин Корицы. Пожалуйста. Скажите, пусть я правильно прочитаю ник. Здесь тоже в основном традишнен. Отсканированный и фотошопленный. И очень красиво это все скомпоновано на развороте. Опять же, тут различные вырезки, но при этом они закруппированы как-то с текстом. Опять же, это все так очень чисто выглядит. Блин, просто на самом деле я сейчас чувствую себя, как будто я, блин, препод, который там, не знаю, которому надо что-то описать. И тоже стиль. Очень такой пластичный, классный. Это тушь. И тоже сканы бумажек. Очень здоровский. Мне нравится еще обложка. Потому что она такая черно-белая, а заливка однотонная. Такой немного плоскостной момент, но я такой люблю. Вот вкус очень классный. Это Зин Матш. По-моему, один из первых Зинов. Он посвящен Дозаю. Я его заказывала онлайн. По-моему, единственный Зин, который я прям заказала, написала, и мне прислали его. И это то время, когда она очень увлекалась Дозаем и очень много рисовала по нему. И я просто смотрела на каждую эту работу и думала, пипец, блин, это так классно. И смотря на то, как она его рисовала, на все эти работы, это прям вдохновило меня посмотреть. Первый источник — это «Продящие псы литературы», вроде называется. Ну, аниме про писателей, наверное. Так вот, и тут сработал такой момент, когда автор, например, художник, он чем-то очень увлечен. И он буквально пропускает в первоисточник вот это произведение через себя и наделяет его какие-то, ну, как будто часть души буквально вкладывает в это произведение. И на выходе получается что-то такое совершенно уникальное, совершенно прекрасное. И из-за этого всего складывается ощущение, когда на это смотришь, что то, что первоисточник — это настолько какое-то глубокое произведение, способное, не знаю, трогать, прям в самое сердце бить. Но по итогу я посмотрела несколько серий, и сейчас будет моё имхо, имхо-хейтера. Ну, я не увидела в этом произведении то, что я увидела вот в этих вот работах «Марш». Тут в основном скетчи различные, но есть и какие-то полуполноценные работы, это всё в диджитале нарисовано. И опять же, то, как это сочетается между собой. Тут есть и цветные работы, и чёрно-белые, и скетчи, которые нарисованы разными кистями, и какие-то моменты. Допустим, тут есть вот этот скан менюшки рисовальной программы. Мне это очень нравится, как это сочетается. Прямо я тогда очень вдохновилась этим всем. Тут есть и скрины сообщений различных, опять же, текстовые составляющие, которые я очень люблю. Поэтому, пипец, очень классный Зин. И я очень... У меня есть как бы мечта. Все Зины Маш себе забрать, купить. Но я, короче, на последнем маркете, вроде это был Муркет, я очень хотела Зин про свинью. Помню название. Но его разобрали, я его не получила. Очень печально. Вообще, это было печально. Я очень скрустнула по этому поводу. Так. Наверное, можно рассказать ещё вот про такие Зины. Одно время ВКонтакте в основном, ну, не только ВКонтакте, я знаю, в Твиттере это было распространено. Сейчас, не знаю, наверное, тоже, просто я не особо в теме. Были такие Зины, в которых участвовало множество художников, много. Допустим, вот Зин, он посвящён кей-поп-мальчикам. Ну, либо каким-то мужским кей-поп-группам, либо исполнителям сольным. Собиралось некое количество художников, и каждый там брал какую-то определённую группу исполнительно и рисовал. Иллюстрацию, посвящённую ему или этой группе. Вот. И я участвовала, получается, ну, вот в этом Зине кей-поп-мальчики. Потом я участвовала в Зине, по-моему, Метроле, по Саске и Life is Strange. Вроде как всё. С одной стороны, это ужасно, потому что я как человек, который постоянно просирает все дедлайны. Типа, я рисую в последний момент сдачи. И обычно, когда вот этот Зин рисуется, там есть несколько дедлайнов. Там даётся какое-то время на скетч, на лайн, на покрас, на детали, там, тени. Вот. Я всегда рисую в последний момент, и это огромный стресс для меня. Особенно, когда... Я вот дальше потом расскажу про некоторые Зины, в которых я участвовала. Но здесь как бы всё гладенько прошло. Потому что в целом я очень была увлечена, там, кей-попом в то время, бэкхёном. Просто это был мой любимый человек. Но сейчас я обожаю его. Это просто всё ещё мой любимый человек. Вот. И как-то для меня это всё просто удалось. Но, тем не менее, всегда надо всё успевать в сроки. Это немного стрессово. Но при этом в конечном итоге это получается прям такую очень крутую работу. Когда смотришь на неё, прям видно, что человек, блин, сидел несколько дней над ней. Очень проработанный. Можно её потом где-то использовать, печатать. Например, вот я сейчас покажу свою человеку с Болтарем. Вот мой бэкхёнчик. Это был нарисован в 2019 году. И мне до сих пор очень нравится этот рисунок. Он очень детализированный, очень проработанный. И у него... За ним такая забавная история есть. Потому что я ещё в то время впервые стала участвовать в разных маркетах. Ну, арт-маркетах, фестах. И печатала такой принт. А четвёртый... И его всегда раскупали на каждом фесте полностью. И буквально... Можно сказать, этот Бхён... Он приносил мне деньги. Это была самая добывая позиция. Самая денежная. И мне стало интересно вот сейчас то, что если я, допустим, буду участвовать скоро в каком-нибудь маркете, что если распечатать его, он тоже будет пользоваться таким же успехом? Или уже нет? Было бы интересно узнать. И ещё, когда вот я на эту работу смотрю, я всё думаю, то что в принципе, вот если говорить про какие-то рисунки, то есть такой пласт рисунков, который очень минималистичный, но при этом как будто вот он минималистичный, но он настолько чётко выражает какую-то идею, прям именно бьёт какой-то ясностью зрителя, выражает какой-то такой прям манифест, и за счёт этого он запоминается зрителю. Либо может быть работа, которая очень детализированная, в которой куча деталей, которую очень интересно разглядывать, и при этом она тоже этим запоминается, как будто вот есть два стула, и третьего не дано. Вот, и мне кажется, вот это как раз тот второй момент, где очень много деталей, и за счёт этого она и выстрелила. Вообще, я думаю, что... Точнее, не думаю. Я вспоминаю это время, я очень любила такие детальные работы рисовать, это прям меня очень... Ну не то что успокаивало, просто очень нравилось. Доставляла. Сейчас я как будто совсем заленилась и пристала рисовать детальные работы. Не знаю. Мне кажется, не стоит всё заставлять, мне хочется просто рисовать то, что нравится. Стоять. Сейчас. О, пришло один ещё. Вот такой у меня есть ещё Зин. Это Зин художница Хмырь. Мы с ней сидели на одном из пикфестов, это был вроде пикфест, там, последний зимний. Вот. И мы решили обменяться Зинами. Это, наверное, единственный в моей коллекции комикс, вроде как. Либо у меня были, но они уже не на полке со мной. Вот. Это комикс. Я, наверное, попробую вкратце пересказать сюжет, потому что он тут очень прекрасный, очень милый. Называется «Принятие». Эта история, она про не людей, а про таких пол-людей, которые носят шапочки на голове, и у них есть такая школа, в которую ходит главная героиня, и вот у них скоро, как бы, выпускное, выпускание из этой школы, и им нужно обязательно выбрать, кем они будут в будущем, кем они хотят быть. И вот у главной героини такая проблема, то, что она совершенно не знает, кем она хочет быть, кем она является на данный момент. И вот на протяжении комикса она стремится это всё понять, благодаря своей подруге, и в конечном итоге у неё это получается. она просто принимает себя на то, что она не совсем такая, как остальные, и это тоже здорово. Вот такая история. Очень трогательная. Сейчас идут фреймы. Это реально как комикс. Тоже людям, которые рисуют комиксы, им тоже отдельное моё уважение, потому что сама я так и не смогла рисовать комиксы, хотя тоже очень бы хотела уметь. Так. А, ну, кстати, почему я забыла, точнее, почему я не продолжила тему Зинов с несколькими художниками? Вот. Это мой первый Зин, где много было художников. Это Зин по Life is Strange. И, возможно, вы сейчас подумаете, что я, блин, биг фанатка, биг фэн этого произведения, но на самом деле я не играла ни в одну часть, но при этом я посмотрела стрим у Ильи Мэдисона, ну, и некоторых других людей по прохождению Life is Strange первый. При этом, сказать честно, это не моя любимая игра, но в то время я как бы только начинала вливаться вот в эту онлайн-тусовку художников, и мне очень хотелось вписаться куда-то, поэтому я прям увидела, ну, и то, что я знаю эту игру, вот, и решила подать заявку, меня приняли, и вот я рисовала. И это очень тяжело мне далось, потому что, возможно, из-за того, что я не прям очень огромная фанатка этой игры, возможно, из-за того, что просто... Для какой-то другой причины, но мне очень тяжело было рисовать. А, ну, кстати, я знаю, почему. Вот мой рисунок такой, мне он не очень нравится. И тогда у меня еще не было, как бы, айпада, и я это все рисовала на компе в фотошопе. И при этом я очень мало до этого или вообще не рисовала на графическом планшете, просто как бы всячески этого избегала, обычно рисовала в традиции. Мы в универе рисовали в традиции, ну, и, собственно, поэтому я в основном и не рисовала в диджитале. Поэтому, блядь, я сидела и просто это все вырисовывала сто лет. Это очень вымученный рисунок. Поэтому мне даже больше нравится вот эта часть с набросками, такая скетч-страница. Ну, в целом, прикольно, что у меня есть такой рисунок. Я его особо нигде не показывала, потому что мне не нравится. Так, а еще интересный момент, то, что тут очень много авторов, но сейчас я ни одного ника не узнаю. Я не вижу их нигде, типа, я не видела их ни в списке авторов на фестах каких-то. Они просто вне моего инфополя. Я не знаю, что с ними стало, они умерли или куда они делись. Ну, возможно, они поменяли свои ники, но ни одного из этих авторов, я не знаю сейчас, что с ними стало, тоже не знаю. Ну, а еще мне понравилось, что тут есть как бы ЗИН с работами, и при этом есть еще такая прям вклеенная внутрь страничка со стикерами. По-моему, кстати, вот в том же зеленом коридоре нельзя сделать так, чтобы в ЗИН вставили какую-то страничку на другой бумаге. Это интересно. Наверное, они в каком-то особенном месте печатали. Ну, кстати, наверное, в то время просто не было зеленого коридора, и поэтому каждый искал там какую-то свою типографию. И у всех все было разное, не то, что сейчас. Ладно. Вот, а еще я же говорила, что я участвовала в разных ЗИНах. Вот, я участвовала еще в САСКе ЗИНе. Мне там очень нравится работа моя. Но у меня нет экземпляра ЗИНа, потому что он там прям такая конкретная книга, прям с твердой обложкой, она очень толстая. И ее не дали бесплатно художникам, и я как-то очень пожмотилась и не купила ее. Но при этом очень классная ЗИНа. Прям конкретная такая книжка, которую, наверное, можно продавать даже в каких-то книжных магазинах. Еще я участвовала в Мумитроле. Ой, в ЗИНе, по-моему, Мумитроле. Ну, блин, по-моему, он умер и не издал. Точнее, не печатли его. Там просто какое-то очень запутанное дело с ним связано, которое плохо кончилось. Так, я хочу показать ЗИНу, малышке, куда они делись. А, у меня есть, по-моему, три ЗИНа малыша, вот таких. Это, наверное, шестой формат, ну, близкий ко шестому. Такие три маленьких. Так, допустим, вот этот вот, это ЗИН Саканы. Извиняюсь, если неправильно. Это мы с ней поменялись на муркетенке. Мы были, я очень давно слежу за ней. Очень мне нравится работать. Я впервые увидела вживую человека. Очень хороший человек. Вот мы обменялись ЗИНами. И она вот это собирала вручную. И он очень необычной конструкцией, потому что это напечатано на одном большом листе большого формата. И при этом он как бы собран в такое подобие гармошки. А на задней стороне есть постер, который можно наклеить на стену. Прям очень крутое тоже решение. И эта история, она очень трогательная, такая лиричная, лирическая. И просто напоминает такие дневниковые записи, заметки. Даже, наверное, заметки путешественника скорее. И за счет того, что у нее такой стиль прям трогательный, опять же, такие скетчевые моменты. Это очень создает приятное впечатление. Прям такой маленький, милый кусочек чего-то хорошего, вот этот ЗИН. И второй ЗИН, он тоже очень трогательный, сам по себе. Это ЗИН Ани. Прекрасная художница. И у нее такой стиль, очень, можно сказать, чувственный стиль. И в основном тут как раз такие, сейчас, даже не стихи, скорее тоже заметки, но более, как будто в форме белого стиха. Мне так кажется. И ее стиль очень подходит таким вот записям. Поэтому тоже очень трогательно выглядит. Называется, мне бы хотелось. И за счет того, что они такие маленькие, это удвояет как будто эффект. Это вот чего-то такого камерного, интимного, неричного. Вот, еще у меня есть ЗИН, я рисую карандашами. Она просто дала мне огромный пак с этими манки. Замечательными такими. И здесь в основном разные рисунки со зверями. Такими. Очень люблю ее стиль. Он прям такой мультяшный, но при этом немного крипи. И вот это сочетание крепоты и чего-то такого смешного и милого, это очень здорово. Я таких художников очень люблю. Вот он в таком отдельном конвертике. Сейчас. Я попробую показать. Надеюсь, у меня нет писицы. Сейчас. Вот. Такие вот рисунки. Есть смемная собака. Так. Еще у меня есть вот такой вот ЗИН. Это... Ой, блядь. Вот такой ЗИН. Это мы с девочкой обменялись. И это ее рисунки, которые она выкладывает на пусть. И как бы это вот эти НСФВ, арты. Не знаю, блядь, могу ли я показать хоть один. Ну вот такая вот женщина есть. Самый православный арт. И вообще я очень тоже респектую таким художником, которые рисуют какие-то писиски-писки. Потому что мне бы, наверное, тоже хотелось этого, но как будто что-то мешает. Как будто я такая прям virgin, soft kitty, что не могу такое рисовать. Так. Вот. Еще мне нравится, как будто он такой... Тут глянцевая обложка. И за счет этого увеличивается такой эффект, как будто я такой журнал. Для взрослых. Как будто я показала все Зины других людей, которые у меня есть. Но если забыла, то потом добавлю. Наверное, сейчас пришло время рассказать про мои Зины. Это, блин, еще на час. Хотя тут 14 минут всего. Ну ладно. Всего у меня вышло... Последний Зин пронумированный четвертым, но при этом их всего как будто шесть. Сейчас я покажу все, что у меня есть. Я даже попросила у Али вот этот вот Зин. Потому что у меня нет лично его же экземпляра. Я постоянно у нее прошу, когда что-то надо, его показать где-то. Получается, у меня сейчас 4 Зина. Еще есть Зин. Здесь рисунки Нанди, но у меня его нет. И вообще он очень маленьким тиражом вышел. Поэтому он только у единиц людей есть. Первый мой был... Ну, первый тот Зин. Сейчас я его покажу. Вот так выглядит исчезнувший брат. Стретенный экран. И там я решила вставить сканы из своего скетчбука. И как будто тогда я еще не так умела хорошо обрабатывать работы на компе. В нем есть куча... Ну, не куча, но какие-то косяки есть. И я просто вспоминаю, как мы из-за того, что я отсканировала, его напечатали. И качество как будто было такое слишком засвеченное, что ли. И некоторые линии там не особо пририсовались. И мы, короче, сали, сидели вечером, даже ночью перед фестом. Там самый мой первый фест, это вроде была Зона в 2018 или 2019 году. И мы просто от руки дорисовывали некоторые детали. Если как бы вы не знаете, у кого есть сейчас Зин, то вы можете посмотреть, потому что там некоторые моменты карандашом дорисованы. Вот. Это очень забавный момент с ним связанный. И в целом я как-то очень тепло к нему отношусь. Да. Но в том Зине были только рисунки. Поэтому называются рисунки Надя. Но потом появился вот этот Зин. И мне кажется, как будто это был какой-то поворотный момент. Я уже миллион раз это сказала, потому что это был вроде 2021 год. И я тогда решила то, что хочу рисовать в таком, не знаю, как сказать, ретро-стиле. Мне это очень импонировало. Я еще очень много сидела в Инстаграме и была подписана таких художников, которые рисуют в таком особенном стиле. И очень понятно объясняю. И, короче, я рисовала как-то вот так. Еще тогда я очень много рисовала Тейона. Смотрите, он тут в двух вариациях присутствует на страницах. Вот. И я очень много тогда рисовала в таком стиле. И в какой-то момент я понимаю то, что, блин, было бы классно снова собрать все эти рисунки вместе в одну книжку. И вот этот Зин я собрала за минимальное количество времени. Это просто был какой-то такой душевный порыв. Прям он вышел из меня, и я просто это собрала все на каком-то одном буквально дыхании. И при этом я очень им горжусь, потому что он получился очень каким-то здоровским. Как будто вот то, что я хотела выразить, у меня удалось. Прям он такой конкретный. Все, что в нем есть, то я и хотела сказать, блядь, что. Ладно. Есть такие моменты. Это из моей университетской работе, посвященной оформлению музыкального альбома панковского. Такие детали. Тут много тоже сканов есть разных. Но при этом нету как бы общей темы, как я, допустим, у Маши той же, когда есть персонажи. И про них все. Поэтому здесь просто разные моменты. Но при этом тут еще и присутствует такой текст. Допустим, какие-то стихотворения. Разные записи. Я еще стала очень много подписывать и треки, которые мне тогда нравились. Подписывать им рисунки. И, наверное, на это все. На то, что я поняла. На то, что мне захотелось как-то использовать свои знания в верстке, в своих жизинах с рисунками. На это повлияло то, что в универе мы стали оформлять альбом. И это было, наверное, одно из моих любимых заданий в универе за все 6 или 7 лет. И это повлияло на то, что я стала больше именно выделять внимание тексту в этих вот книжках. Я его очень люблю. Хочу его распечатать лично для себя экземпляр. Такой розовый. Называется, кстати, The Best of Nothing. Но я его всегда называю розовый Зин. Еще у меня тогда был ник Надя Плакса. Как вы можете видеть. Сейчас у меня другой ник. Так, и далее у нас следует вот этот вот Зин. И это одно из многочисленных приложений к моей дипломной работе. Потому что у меня была дипломная работа в универе. Это оформление музыкального альбома Plantasia. Если кто не в курсе, это, короче, музыка, которая в теории способствует росту растений. Там несколько композиций разных. Вот я оформляла это все. И это все было как-то еще связано немного с, опять же, вот этой темой, то, что растения лучше растут. И человек ухаживает за растениями, и он тоже как-то успокаивается. Это все вот так вот было скомбинировано между собой. И к там разным дискам пришло вот такое вот пособие. Вообще, в оригинальной дипломной разработке я печатала вот эту книжку в супертипографии. Очень хорошей, за очень дорого. А это 10 экземпляров, которые я печатала в другой типографии, немного подешевле, с более простой бумагой. Менее затратная. Но, тем не менее, это все равно в огромную копейку мне влетело, потому что она очень толстая. Мне очень нравится то, что тут много страниц, и при этом она как-то супер открывается. Так вот, и здесь как раз написано много про вот эту тему, то, что растения лучше растут. Это как будто научное такое пособие. Много научных моментов здесь присутствует. Но при этом я как будто в то время преисполнилось вообще, в принципе, понятием верстки. Поняла, что это, блядь, очень мне нравится. Что я очень люблю красиво сочетать текст и изображение. И здесь очень много разных сеток, которые я смотрела там, как-то запоминала. И это все решила укомпоновать в одном большом, ну, в одной книжке такой. И эта книга, она очень мне помогла вообще, в принципе, понимать, что мне нравится. То, что, как бы я поняла, что надо использовать много воздуха на развороте. Как-то это все красиво работает между собой. Короче, спасибо диплому за это. Такое вот есть. Вообще, в теории, эта книжка, она должна была быть, конечно, напечатана в той же эко-бумаге, как я показывала. Даже не эко-бумаге, а такой более оффсетной бумаги, тоненькой. И обложка не должна быть такая блестящая, глянцевая. Хотя она вроде матовая, но все равно блестит. Ну, конечно, это только, блин, вручную, если бы собирать, то получилось бы это сделать. Так, ну, спасибо за то, что есть. А еще, кстати, вот видите эти розовые заметки. Это я, короче, хотела, ну, чтобы его продавали в одном магазине в Москве. Ну, как бы там уже все. Решили, что его будут продавать. Я как бы привожу. И мне отдают этот блокнотик. И тут куча заметок. То, что тут, допустим, написано... Подставлено листья, точка и точка с запятой. Или тут во влажных террариумах. И я просто поняла, что человек, редактор все это читал. При этом, когда я делала этот диплом, я не все полностью читала. Я была уже в таком... С такими мозгами, чтобы мне было все равно. Просто я думала, что этот бред кто-то читал. И вникал в него. Тут, по-моему, у некоторых моментов, как бы... Нет, тут весь текст, он по смыслу подобран. Как бы все нормально, но все равно некоторые моменты не такие... Чисто, чтобы был просто текст. Как-то, чтобы он работал на развороте. Вот. И в итоге я просто всю партию продала на разных фестах. И не стала больше подаваться в этот магазин. Сейчас думаю, может, все-таки... Может, все-таки выложится там. Мне кажется, это будет не очень покупаемо. Но все же. Короче, я очень люблю эту книжку. Не знаю. Вряд ли, наверное, буду печатать. Хотя я все-таки устрою опрос в Телеграме или ВКонтакте. Какой Зин допечатать. Просто, мне кажется, именно на арт-маркетах это не особо будет пользоваться спросом. Хотя, кто знает, тут нет особо картинок. Тут просто прикольная вертка. Так вот. И после вот этого Зина у нас следует вот этот Зин. Называется «Монолог моей души». Но почему-то я его всегда в разговоре называю как «Зеленый Зин». Хотя тут от «Зеленого» только вот эти форзацы. И то только один этот форзац, одна часть. Вот такой вот он. И здесь изображен мальчик-вампир. Это мой персонаж. Он появился намного раньше. Еще во времена розового Зина. Тем не менее, вот такой он. И, наверное, это мой любимый Зин. Я и все люблю своих детей. Но в нем как будто я скомпоновала и какие-то свои познания верстки, и рисунки. И все это как-то в виде симбиоза вышло наружу, в виде вот такого вот малыша. И мне он очень нравится. Сколько раз я уже сказала это слово. Потому что тут буквально есть какие-то сканы из моего скетчбука. Вот такой вот есть разворот. Он очень многим нравится. Потому что тут много всяких деталей. При этом мне не очень сложно было такое рисовать. Потому что я просто села и стала рисовать, хуярить просто на два листа, четыре. Многим такое нравится. Тут и текста очень много. Различные тексты песен, которые мне тогда очень нравились, которые я очень любила. И еще тут есть, допустим, кто этому очень нравится. Это скан из моего дневника, где я пишу разные мысли. Тут написано, я стала говорить о том, что на моей душе, при этом не чувствуя себя слабой, это хорошо или плохо. Очень трогательные такие разные детали. Тут еще впервые появляются мои новые персонажи. Это Арчибальд и Тиша, Кристина. Кстати, ну ладно, потом про это все расскажу. Я слишком много показала. Короче, такой Зин есть. Тут еще 32 страницы, так что я не все спалила. Но, кстати, за него тоже можно проголосовать, допечатать его или нет. И как раз много интересных деталей, на мой взгляд, которые я воплотила в виде этого Зина. И последним на данный момент идет так, у нас даже на другую книжку позвать. Блин, в этом и в этом нет. так, это это не последний окраинник, как говорят, Зин называется Билавт. Или Зин номер 4, хотя по факту это Зин номер 5. Он называется 4. Именно если думать, что вот все эти Зины с рисунками и выкинуть оттуда плантазию, тогда 4. Еще с такой должен быть наклеечкой. Тут манифест написано. И тут цитаты из моего любимого фильма. Любимого в метаироничном ключе. Ну, потом, наверное, если прочтете, угадаете, из какого. Кто понял, тот понял. Вот. И вообще, когда я думала над четвертым Зином, мне хотелось, чтобы это было полностью посвящено, опять же, моим персонажам. Вот этим вот Кристине либо Тиши, я уже стала называть ее Кристиной, Арчибальду, Ниену, именно про их историю рассказать. Но при этом, когда вот я начала уже собирать его в индизайне, я поняла, что у меня еще недостаточно материалов, чтобы собрать из этого всего Зин. Поэтому я решила снова собрать из разных буквально там клочков, каких-то рисунков, заметок. Но в целом я все равно очень его люблю. И так получилось, то, что у него есть общая тема, то, что он посвящен различным проявлениям любви. И в целом не только именно любви двух половинок, а любви каким-то моментом к печенью. приглашаю на чайпитие и разным деталям. Тут тоже есть мои персонажи, которые мальчик и вампир. Сейчас где мой любимый разворот? Такое вот фарзац. Я додумалась его как бы выместить в середину макета, чтобы нормально это развернулось, а не было зажевано лист. еще здесь есть такой разворотик, где разные заметки с моего телефона и не только с разных ну да, в основном это мои заметки. Подумала, что хочу их просто выложить в зин и вставила, потому что опять же люблю, когда есть какой-то текст. И такой еще разворот, но он чисто с точки зрения визуала мне нравится. помпиреныш присутствует, это Кристинчик, вот, и это она, этот ион. Вот, и опять же есть еще фоточки, конечно же, потому что я еще люблю ВКонтакте очень делать такие посты, где фотографии типа гармонично сочетаются, но не всегда такое вот, есть тоже заметки со скетчбука и запись песни Lost Kitten, очень люблю эту песню. Еще я сейчас поняла, что я провожу рукой, и как будто она такая рельефная поверхность, тут черный цвет, он немного выступает над бумагой, это прикольно. Вот, такой. Так что он, кстати, еще в продаже, так что можно привезти, но не так много осталось. еще у меня вот так, моя версия вот так оформлена, потому что изначально должна была быть наклейка, но немного другая, не успела ее сделать. Так, ну, по-моему, все. Сейчас я уже думаю над новым Зином, и в этот раз мне прям очень хочется его посвятить какой-то истории определенной. и вообще как бы это могла быть история в виде комикса, потому что я очень такое люблю, но при этом лично я уже много раз убеждаю, что мне очень сложно рисовать комиксы, как будто я еще недостаточно обладаю какими-то навыками, знаниями, как это все делать, либо просто у меня другое видение, я не могу это прямо представить как комикс, я подумала, что в моем случае возможно было бы именно повествовать разными деталями, я сейчас просто говорю вам такие инсайды, которые, блин, увидят только люди, которые посмотрят это видео, ну ладно, надеюсь, мало, нет, ладно, может, много, так вот, как будто я подумала, что могу повествовать историю через разные детали, моменты, допустим, какие-нибудь сканы чека, покупок, персонажей, либо какие-то тексты, песни, которые им нравятся, рисунки с разными видами причесок, которые носят персонажи, либо одежду, которую они носят, это все собрать в виде какого-то общего собрания бумажной штучки, мне бы это очень хотелось, еще, конечно, мне бы хотелось, чтобы это все было, как бы, с разными вкладышами, не просто такой брошюрка, а чтобы была брошюрка, и внутри как бы разного формата книжки, потому что у меня вот есть, пусть им взять, вот это я тоже сделала сама, это посвящено кроссовкам, и тут есть как бы такая вставочка с разными зарисовками кроссовок, кроссовок, и было бы классно именно, чтобы ZIN был собран из разных видов бумаги, разного формата страниц, но, конечно, это пришлось бы все вручную хуярить, это пиздец, тогда бы он стоил 2000 или 3, не знаю, но такая вот просто огромные планы, возможно, я просто забью, но пока так хочется. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, я про все рассказала, если нет, то сейчас видео оборвется, я вставлю то, что я забыла рассказать. Тем не менее, спасибо, что посмотрели, я очень рада, на самом деле, что показала ZIN, которая у меня есть, надеюсь, не слишком много всего показала, так что оставлю ссылки на всех художников в описании под видео, и можно будет, если они есть в наличии, приобрести тоже эти все ZIN'ы, и у меня можете приобрести, кстати, мой ZIN, который BELAVT 4, и, возможно, скоро я устрою опрос, и можно будет проголосовать, какой ZIN допечатать, если вас какой-то заинтересовал. Пока всем хочу попрощаться со всеми, надеюсь, скоро будет какое-нибудь новое видео, потому что я поняла то, что надо снимать видео, снимать рилсы, шорты, и так далее, можете подписаться на меня в ВКонтакте, в Телеграме, в Телеграме я больше всего пишу, в ВКонтакте, если вас только рисунки интересуют, либо товары, мерч, еще есть эта самая сеть, но, кстати, надо там тоже что-то начать выкладывать, ой, я этого не говорила, ладно, всем пока, я уже вспотела, пока я это все записывала, с вами opponents у нас все Wuhanер выкладывали, ну да,